Орденом дружбы Чернова Сергея Анатольевича. Сергей Чернов один из тех, кто восстанавливал в Крыму электроснабжение. 650 человек и 300 единиц техники. Под его руководством почти два года назад отправились на полуостров. Сегодня уже сделано очень много. Но, по словам специалиста, чтобы обеспечить Крым энергетикой, нужно еще 3-4 года. То, что должно было строиться два года, мы за год построили. Это невероятно. Люди по полгода находились в невиде семьи. Особенно последние две недели, когда вообще полностью полуостров без света находился. В этом зале у каждого уникальная судьба. Инженеры, операторы, машинисты, командир воздушного судна. Четыре медали за спасение погибавших достались жителям Медногорска. Эти мужчины сделали все, чтобы сохранить жизнь и здоровье попавших в беду оренбуржцев. Из 15 наград лишь одна для представителя культуры. Ею достоился Николай Синдеев по специальности дирижер Хоровик. Наверное, наш колледж стал интересным тем, что мы стали проводить значимые, грандиозные мероприятия с привлечением иностранных музыкантов. К нам приезжали музыканты из Америки, Германии, Голландии. Ну и вот такие форумы, они стали способствовать тому, что ребята стали занимать призовые места на областных, международных конкурсах. Очень многие наши ребята обучаются в престижных вузах. Из четырех почетных грамот президента две достались оренбургским медикам. Альбина Вялкова – заслуженный врач России. 45 лет в профессии. О медицине мечтала с детства. И называет педиатрию не иначе, чем своим долгом. Вот и сегодня, сразу после награждения, она спешит к тем, кто так ждет ее помощи каждый день. Идем, мой хороший. Идем. Ее день расписан буквально по минутам. Профессор Вялкова – не только заведующая кафедрой. Доктор регулярно проводит консультации. Каждый маленький пациент – это особенный случай. Но, кажется, ей достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять, что беспокоит ребенка. Он у нас гимнаст? Уже ни одну медаль имеет. Вот я этого не знала. Мы первый раз с папой знакомимся. Она автор более 700 научных статей. И именно под ее руководством в Оренбурге организована первая в России международная школа детских нефрологов. Исследованию почек профессор Вялкова посвятила большую часть своей научной жизни. Но, несмотря на все заслуги, она не воспринимает столь высокую госнаграду, как личное достижение. Эта честь оказана детским врачам Оренбуржия. Детские врачи стоят на страже здоровья детей. И мы делаем все возможное, чтобы они росли здоровыми, чтобы они были счастливыми. Доктор уверена, что нельзя переставать учиться. Вот уже 25 лет профессор Вялкова преподает в медуниверситете. И во многом именно от студентов она перенимает бесценный практический опыт. Ведь у них общая цель – здоровая жизнь миллионов оренбуржцев. Алина Льбукаева, Игорь Бероев. Новости дня.